Здарова, братва! Вы на канале КБ или Курбо, бро! Сегодня снимаем классную тачку нашего друга Mitsubishi Airtrek Turbo. Иди 5 минут, попиздешно. Ну ты придешь, лысый. Скажи, через 5 минут перезвонишь ты. Иди сюда, давай на 5 минут. Кир, дорогой наш Бруто, расскажи, пожалуйста, как появилась у тебя эта классная тачка и как вообще тебя свела судьба с ней? Было у меня до него два таких же абсолютного Airtrek. Второй я купил, думал оставить, но работая в автосервисе, у меня клиент выпросил его на продажу. Я, соответственно, продал. Этот я купил в Москве после легкого ДТП. Решил его восстановить. Притащил в Воронеж, сделали все, восстановили. В данный момент вот так выглядит. Конечно, его надо немножко еще дособрать. Есть мелкие нюансы, недочеты, но все это исправимо и все это делается. По мотору контракт. 4G63. Распредвалы Evolution. Семерка. Турбина. Семерка ГТА. Выхлоп 89. Впуск. Коллектор Evolution. Интеркулер перенесен на бампер. У них стоковый здесь сверху стоит. Холодный впуск. Буллов. Тысячные форсунки. Рейка топливная Evolution. И вся подвеска в круг Lancer Evolution. По сути, это Lancer Evolution в кузове кроссовера. Вот так скажу. Волк во вечно шкуре. Вот. Примерно в районе 400 сил. По конфигу. По гонщике. Вот. Так что так. Вроде едет. Ну. Мы попробуем по сухому заехать с каризмой. Да ну можно попробовать. Он же полный привод, да? Да, полный привод. Полный привод. Каризма передняя. Ну, конечно. Я думаю, по зацепу, конечно, он выиграет. Но сходу не могу сказать. Тут, конечно, точно никто не скажет. Но это нужно будет пробовать. Короче, Кирюхан тачку, можно сказать, только собрал. Сколько ли прошло, когда ты собрал нормально только? Блин, ну в таком, до такого состояния, ну где-то, наверное, недели две назад. Начал ездить сам. А бампера поставил все до конца? Бампера сегодня поставил. Сегодня так? Да, сегодня так бампера поставил. Под клюшки, ну милочок всяк. Еще остается безопасность. Руль и... А, датчики, подушек и эти ремни безопасности. Все заказано, все едет. Так, ну в общем, пробуем. Вот здесь асфальт сухой. Будем пробовать. В тачке нас по двое. Женек пибикает. Че он там? Да, он поддувается. Блин, он там. Блин, на Жендосу летает. Тебе надо заранее нажимать. Да заранее, я нажал заранее. Он просто, видишь, начинает со второй. Да, он перескакивает скорость и потом начинает только разгоняться. Я просто с ним, видишь, он попадает, а я не могу попасть. Да, 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 да. Че? Да, я знаю. Я просто попасть с тобой не могу. У меня начинает он на второй крутить снизу. Он не стреляет нам. Ну поехали. Че он говорит? Да я ему объяснил, у меня он не стреляет. Мы в тот раз с ним прям стрельнули, ебать, наравне я с ним шел. Тебе надо как-то, знаешь, прям заранее в пол сразу бах и пошел. А у тебя как-то он бибикает, ты потом нажимаешь и она перескакивает на скорости, потом начинает только ехать. И видишь, у меня еще одна большая турбина, у меня он пока надуется. Да, 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 и тоже, видишь, тоже время на это. А, тут уже свернешься. Жми заранее, жми! Короче, Лоси, жми на втором гудке. Жми на втором гудке, не боясь прям. Он прям первый, второй, и ты нажимай сразу. К третьему он, глядишь, у тебя раздуется, а то и тебе на первом надо. Ну это на первом. Пока коробка отодумывается. Не, реально, реально, она что-то долго одумывается, очень долго вообще. Значит, ты прям, ты реально прям, он только второй, и ты прям сразу жми в пол. Че? Че? Нет. А ему похуй вообще. Он вообще у него не включается, ему надо на втором или на первом гудке где-то нажимать, он поздно нажимает. Да, допустим, на второй набери скорость 60, он охотовится на этом. Да я хуй его, ну давай попробуем. На второй я не буду. Дай, дай ему еще. Тебе надо больше оборотов держать, конечно, ты, блядь. О! Не, она вылетает. Давай, набирай. Ты так же на типтроннике? Так же на типтроннике? Вот, сейчас он разрубит. Вот, вот, сейчас да. Привет, пустили вперед. Ты ему фору дал просто колоссальную. Ты ему дал раздуться и еще и просто нагнал. Это была огромная фора просто. Ты ему дал просто уйти вперед и потом пошел и вообще бесполезно. Там ему даже дергаться не стоит. Это я не поехал. Да. А потом поехал. Давай. Вот сейчас в одно время было четко вообще. Вот сейчас было в одно время реально. Вообще в одно время. По-моему, разрыв вечность просто. Разрыв космос просто. Потому что и фору дали. Джиндос просто дал фору такую, что лысый раскрутился уже, пошел и потом Джиндос поехал вдогонку. Просто бесман. Там он просто улетает в космос. Сейчас раздулись вовремя. И, ну, вы сами все видели. Просто там где-то остается сзади. Вот лендер просто. Это невероятно, конечно. Я не понимаю, почему такой разрыв. Хотя по мощностям должно быть все наоборот. Вообще-то заявлено 350 сил. Да, как бы заявка другая. И, блин, я не знаю как. Здесь, ну, да, каризма отшита. Как бы, что там, стандарт 280. Отшитая она, ну, 300 может быть. Да, 320 в ней. А там, блин, я не знаю, где эта заявка. Ну, с хода это точно. Мне кажется, даже если сейчас с места поехать, каризма закопается, но она так быстро ускоряется в сравнении, что она просто потом догонит и перегонит. Вот, у меня такое ощущение на самом деле. Есть такое, да, Жендос? Да, такое. Потому что, ну, реально, то есть, ощущение очень быстрое. Потому что разрыв колоссальный. Я даже не ожидал такого троса. Разрыв просто какой-то колоссальный. Просто жесть какая-то. Я вообще не понимаю, как-то... Ну, даже вы ехали, ебать, рядом, махуй. Это просто взлет какой-то. Я не смотрел. Ну, видишь, вот сейчас прокатился, Виталик говорит, помпажет, блядь. Ну, мне кажется, он нормально работает. Я нифига. Не? Не, ну, ну, разрыв. Ну, я думал, как-то еще. Ну, тут просто какая-то жесть. Первый раз Жендос вообще просто пропустил тебя. Ты такой раздулся и полетел. Да, ты почему раздулся и подожжил. Он такой раз... Он уже даже не думал дожимать. Потом такой, ну, ладно, сейчас. Пролетели. Я такой думал, вот это да. В общем, братуля, немного погоняли. Как обычно, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем ставить колокольчик. Дальше больше. Всем пока. Всем удачи.